Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Полезный город» в студии Инга Дегтярева. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов. Павел, добрый день! Добрый день! Итак, сегодня мы с вами поговорим о строительной экспертизе, о реализации строительных объектов, а самое главное отметим на вопрос, что такое услуга технический заказчик и в каком случае просто необходимо ей воспользоваться. Павел, хоть я уверена, что среди наших слушателей достаточно мало тех, кто не знаком с вашей компанией или о ней не слышал, поэтому давайте все-таки начнем по порядку. Итак, организация КЭСа, что это такое, какой спектр услуг она оказывает? Организация КЭСа была, значит, создана в 2010 году. Мы создали компанию, которая предоставляет услуги строительного аудита. То есть мы не занимаемся как таковой стройкой, строительством, а именно помогаем нашим клиентам контролировать строительство и воплощать свои идеи от и до. От проекта до ввода в эксплуатацию. Это вот основное наше направление, которое мы развиваем и будем развивать дальше. Ну, то есть, получается, в этом году у вас уже первый юбилей. У нас, можно сказать, второй юбилей, но 10 лет, да, компания в ноябре исполняется. Тогда наше поздравление от меня и от всех наших радиослушателей в том числе. А какова география работы? То есть вы работаете по Кирову, по области, либо... На сегодняшний день уже порядка 3-4 лет мы работаем практически по всей России. Самая, так скажем, дальняя точка северная, это Норильск у нас был. Потом мы работаем ПФО, Центральный федеральный округ, ну и Южный тоже федеральный округ полностью. Мы в Кирове, так скажем, не сидим. Мы в основном работаем именно по России. Может, потому что в Кирове просто все уже оценили экспертно? Нет, здесь работы много на самом деле, но нам хочется именно интересных проектов. А интересные проекты, к сожалению, находятся именно за пределами Кировской области. А если говорить, вот мы говорим, да, строительные объекты, что мы под этим подразумеваем, что это такое? Это любое строительство, новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт, либо даже снос здания. То есть все, что касается недвижимости, в любой недвижимости, наша услуга полезна и пользуется популярностью. Вернемся как раз к тому, что я озвучила в самом начале. Давайте перейдем к услуге технического заказчика. Давай. Очень интересное название. Хотелось бы узнать поподробнее, что же это такое? Откройте секрет. Ну, на самом деле, когда мы говорим «служба технического заказчика», большинство, так скажем, наших клиентов, в принципе, не понимает, что это такое. Ну, звучит «технический заказчик», а что это достаточно сложное понятие. На самом деле, если простым языком объяснять, то достаточно все просто. Это представитель нашего инвестора, нашего клиента. То есть клиент, который задумал что-либо построить, торговый центр, предположим, производство, даже школы, садики и так далее, нанимает своего представителя, который сопровождает стройку от и до, который планирует строительство, который ищет подрядчиков, нанимает подрядчиков, смотрит проект на документацию, принимает. Это взаимодействие с госстроинадзором, государственные структуры, получает все различные справки, документы. То есть любое строительство – это достаточно большой документооборот, в первую очередь. Для того, чтобы это все было качественно и в срок, соответственно, это надо все параллельно делать и соблюдать. Второе направление техзаказчика – это строительный контроль. То есть строительный контроль, он непосредственно контролирует уже качество работ, объем фактически выполненных работ. И далеко не секрет, что сметы в течение стройки, они растут. Волшебная вещь. Да, и поэтому тут надо понимать, что… А почему выросла смета, да? То есть если мы обосновываем, действительно бывают непредвиденные какие-то расходы, да? Что-то мы нашли там, когда начали копать, какие-то старые фундаменты откопали. Либо что-то было не учтено в проекте. То есть это все обосновывается. Но по факту наша задача вложиться в то инвестирование, да, которое было выделено непосредственно инвесторам. При заказе строительства какого-нибудь объекта недвижимости. Поэтому технический заказчик – это в первую очередь представитель застройщика, владельца земельного участка, на котором планируется строительство. То есть он может заниматься своими делами, он может вести свой бизнес дальше. Ему не нужно содержать огромный штат специалистов, которые в строительстве так или иначе связаны. Ему не нужно взаимодействовать с госструктурами. То есть в конце на выходе он получает определенный объект, который будет приносить ему прибыль. Либо, если это муниципальное назначение, то будет запущен объект, либо садик, либо школа, либо больница, который будет уже обслуживать население. Ага, тогда такой вопрос. Смотрите, а вот этот технический заказчик, как говорите, это некий представитель, сопроводитель, является действующим членом компании, которая заказывает? Или это может быть ваш человек, который вот все знает, все умеет и идет и делает? Смотрите, тут два варианта на самом деле. Вот инвестор, застройщик, он может, в принципе, сам это все реализовать. То есть если у него, опять же, в штате это и есть специалисты, либо, ну, можно сказать, что одного человека нанял, и тот все сопровождает. Либо нанимает именно нашу организацию, так как мы специализируемся на этом, и, в принципе, мы понимаем всю хронологию строительства, понимаем весь перечень документов, который необходим при строительстве, который оформляется, издается, как госстроенадзору, предположим, и саму заказчику. И нанимает нас непосредственно, чтобы быть уверенным, что стройка будет, как положено, выполнена, с качеством, вовремя, в срок и, соответственно, со всей исполнительной документацией. То есть обратиться к вам могут как юридические лица, так и муниципалитет, получается, администрация? Муниципалитет у них, как правило, это аукционный, то есть, да, аукцион там по 44, по 223 ФЗ, но, тем не менее, частный инвестор, как правило, отбирает непосредственно среди фирм, может быть, внутренний конкурс устроит, может быть, там ценовые предложения какие-то, портфолио запросит, и уже на стадии переговоров определяется, с кем ему сотрудничать. Ох, как много вы всего сказали, и как емко это звучит. Мне вот, как девочке, очень тяжело понять это все, но мне кажется, что все, на самом деле, чем заниматься всем этим самому и разбираться, намного проще дать специалистам, которые пойдут и сделают. В любом случае нужно понимать, что строительство – это достаточно сложный процесс, да, и ошибочно думать, когда просто-напросто надо получить разрешение на строительство, что-то построить, как-то его сдать, и все, на этом как бы весь процесс. Процесс завершается. Ничего подобного. На самом деле, если это касается какого-то частного домостроения, небольшого, то, конечно, здесь нет смысла этих заказчика нанимать. Но любые крупные объекты без этой услуги просто не обходятся. То есть в любом случае они привлекаются, исполняют свои обязанности и выдают результат. А скажите, приходилось ли вам доделывать и переделывать? Ну, человек начинает, решил построить, разрешение получил, процесс запустил и понял, что все, не могу. Ну, техзаказчик подключиться может, в принципе, на любом этапе строительства. Но, как правило, мы всегда советуем подключать услугу техзаказчика уже на этапе идеи. То есть сам инвестор, предположим, уже задумал построить какой-то торговый центр. У него есть идея. Он хочет увидеть, предположим, габариты 50 на 50, высотой 7 метров, чтобы у меня там продавались, предположим, какие-то стройматериалы и так далее. Но зачастую нет понимания, как это все сделать, как это все реализовать. Поэтому мы здесь приходим на помощь и вместе с ним обсуждаем концепцию, что это будет, как это будет, примерное бюджетирование, примерный план, сколько времени на это идет, какие подводные камни могут быть, проектирование и так далее, инженерное изыскание. В общем, масса всяких нюансов, которые с ним обсуждаются. В дальнейшем уже можно подключиться, предположим, готов проект уже, проектно-сметная документация готова, здесь можно уже подключить техзаказчика. Он проверит проектную документацию, утвердит, выдаст ее на реализацию и уже постепенно будет реализовывать. Но если позднее подключать услугу техзаказчика, то здесь уже, как правило, что-то бессмысленно уже это делать. Проще в данном случае уже просто воспользоваться услугой строительного контроля отдельно, либо уже в конце, как правило, когда что-то уже построено и начинают это все узаканивать, сталкиваются с определенными проблемами, если это сделано все с нарушениями. То есть здесь мы уже оказываем услугу непосредственно строительной экспертизы, обследуем здание сооружения для того, чтобы либо его узаконить через суд, либо уже, если пакет документов более-менее нормальный, то узаконить как положено. Ну, то есть, в принципе, все, что связано со строительством, с оценкой, с экспертизой, можно к вам? Да, у нас основные направления – это строительная экспертиза, услуга технического заказчика, строительный контроль, как отдельная услуга может быть выделена, проектирование и обследование зданий сооружений. То есть мы работаем по принципу одного окна. То есть если клиент к нам обращается с какой-либо задачей по его недвижимости, предположим, он хочет провести реконструкцию производственного здания, то, соответственно, мы ему оказываем полный комплект услуг, значит, обследование, проектирование, сопровождение, ввод в эксплуатацию. То есть он получает уже непосредственно у нас все, что мы можем ему дать и, так скажем, воплотить его идею в жизнь. А в Кирове с какими организациями, если это не секрет, конечно, работали, может быть, где-то как раз от идеи до ввода в эксплуатацию, либо подхватывали на какой-то это? Я понял, да. На самом деле в Кирове с нашей помощью реализовано три крупных объекта. Первый объект – мы участвовали в строительстве. Мы как были не полностью техзаказчиком, а участвовали в службе техзаказчика, который был с Москвы, но привлекли наших специалистов здесь на месте. Это было строительство торгового центра «Леруа Мерлен». То есть мы там участвовали, начиная с котлована и уже заканчивали непосредственно полностью с дачи объект. Там приезжала комиссия, которая наполовину состояла из французов. Они там очень строго все принимали, у них совершенно другие нормы и подходы, нежели у русского человека. Вот. Ну, объект сдан, объект работает. Я думаю, что все знают этот объект в городе Кирове и дальше будет работать. Второй объект тоже достаточно значимый для региона – это Вятский фанерный комбинат. Когда они модернизировали, увеличивали свои производственные мощности, строили целый корпус для линии производства фанеры. То есть мы там тоже участвовали непосредственно уже в составе техзаказчика. Тоже наши специалисты участвовали в сборе всей исполнительной документации, контролировании сроков, контролировании объемов фактически выполненных работ. И на сегодняшний день это предприятие работает и приносит прибыль себе и региону, я думаю, немаленькую. Это второй объект, который реализован здесь. И третий? Буквально недавно мы завершили, в этом году мы завершили объект. Это предприятие АВАРУС, которое выпускает, значит… Конноцентическое предприятие. Да, да. И там была реконструкция, достаточно большая реконструкция, шестиэтажное здание. То есть они тоже запланировали расширение производства. Вот буквально мы в марте, по-моему, сдали объект. Там мы уже участвовали сами. То есть полностью оказывали весь комплекс услуг от и до. начиная с проверки проектной документации и заканчивая вводом эксплуатации. То есть здание запущено, здание, я думаю, что скоро начнет полностью выдавать производственные мощности и будет приносить пользу как, опять же, региону, так и всему миру в целом. Особенно учитывая сегодняшнее положение. Это да. Да. Ну, действительно, есть чем похвастаться. Есть. Есть еще более мелкие объекты, но в Кире основные такие вот крупные. А отличаются ли объекты, которые вы оцениваете, либо участвуете в их строительстве, те, что находятся в нашем регионе, например, и за пределами? Ну, вот по сложности самих процедур, объектов, временных интервалах. Сложность зависит от вида строительства. То есть это либо производственное здание, либо это какое-то общественное здание. То есть на производственных зданиях достаточно много коммуникаций, инженерных сетей. Поэтому сложность там достаточно большая, нежели в общественных, там, этих же, предположим, школы, садики и так далее. В принципе, ничем не отличается, потому что законодательство, строительная нормативка, она у нас одна. Возможные сложности могут возникать именно в административном ресурсе. То есть согласование всех справок, технических условий, получение разрешения. В принципе, законодательство там все регулируется, все эти нормы прописаны. Но бывают, все мы люди, все мы разные, бывают различные проволочки, которые решаются на месте. Но каждый объект за пределами здесь для нас очень интересен. И мы всю душу и любовь в него вкладываем. Поэтому мы всегда позиционируем себя так, что наш заказчик должен получить качественную услугу. И тех заказчиков это очень трудная, так скажем, услуга. Поэтому здесь мы стараемся быть на пике своего профессионализма. Ну смотрите, вы перечислили достаточно много этапов, вот как раз от самой идеи, да, до водоэксплуатации, все, приемки данного объекта. Вот чтобы было проще понимать, во временном интервале, вот в среднем, сколько? То есть вы ведь, получается, начинаете работать с компанией. Да. И вы вот ее ведете, ведете, ведете. Это неделя, ни две, ни месяц, ни полгода. В среднем продолжительность строительства, в котором мы участвуем, занимает год-полтора. То есть это сотрудничество длится на протяжении этого времени. Меньше, наверное, нет, больше возможно. В зависимости от объема строительства, от объекта. И год-то это самый минимум. Меньше не бывает, на мой взгляд. Ну то есть тут партнеры-партнеры. Это долгосрочное партнерство, без этого совсем никак, потому что деньги, на самом деле, которые там крутятся в этой стройке, они достаточно большие. И мы отвечаем за инвестиции от миллиарда, полутора миллиардов рублей, которые вкладываются в этот объект недвижимости или производства. Тогда вот еще, знаете, какой, наверное, вопрос мне хотелось бы задать. Если смотреть на то, что это достаточно трудозатратно, это такой достаточно большой временной ресурс нужно задействовать в том числе, на сколько вы готовы, то есть сколько объектов, к примеру, вы можете вести одновременно? На сегодняшний день мы параллельно готовы вести 3-4 объекта, достаточно крупных объектов. Если будет пятый, шестой объект, ну, соответственно, мы будем объявлять набор персонала, профессионалов будем отбирать. У нас очень жесткий отбор персоналов, которые непосредственно участвуют в техническом заказчике. А сколько в среднем сотрудник работает в организации? В нашей организации у нас есть старожилы, которые 10 лет уже с нами, и в среднем 3-4 года. Вот на сегодняшний день, исходя из 10-летнего стажа нашей организации. А на сколько большой штат? На сегодняшний день 22 человека. 22 человека трудятся в нашей организации. Это обследователи, обследование зданий и сооружений, это проектирование, это строительная экспертиза, это строительный контроль тех заказчиков. Ну вот я сейчас, наверное, чисто женский вопрос задам. Перечисляете все абсолютно техническое, ничего гуманитарного, ничего девичьего. Преимущественно мужчины в компании? Или есть вот вроде бы хрупкая, милая блондинка Светлана, работа инженером? Перечисляете имущественно мужчинами. Мужчины. Ну, соотношение где-то будет, наверное, 70 на 30. Все-таки это мужчины, это стройки, это недостроенные здания, это грязь. На шпильках не походит. Грязь, это любое время года, то есть, ну, в основном это мужчины, конечно, в нашей организации. Хорошо, спасибо огромное, Павел. Наше время с вами подходит потихонечку к концу. Вот так быстро пробежало время. Ну, это у нас с вами не последний эфир, мы с вами еще услышимся, потому что, мне кажется, на эту тему можно говорить до бесконечности, потому что нюансов достаточно много. Да, мы с вами поговорили достаточно в простом языке, чтобы хотя бы понимать, что это такое. Единственный мой посыл такой, что если вы что-то собираетесь строить, куда-то инвестировать большие деньги, советую вам обращаться в такие специализированные организации, как наши, чтобы ваши деньги ушли туда, куда нужно, чтобы они были качественно реализованы. Вот это самое главное. И не было воздушных смет. Да. Бесконечных. Бесконечных, раздуваемых смет. Спасибо огромное. Это была программа «Полезный город». У нас в гостях был Павел Рылов, генеральный директор Кировской экспертно-строительной организации. Мы забыли один маленький момент. Мы забыли сказать всем нашим радиослушателям о том, куда же можно прийти, куда обратиться, по какому адресу. Итак, все внимания. Улица Московская, 107-Б, бизнес-центр Московский, 10 этаж. Все верно? Все верно. Больше информации о компании КЭСа вы можете прочитать на сайте компании. Павел нам сейчас его озвучит. Можно простой КЭСа РФ, то есть по-русски, без пробелов, без всего. Скажите, последний, да, самый последний будет вопрос. А можно лично с вами, например, работать? Ну, то есть позвонить и сказать, Павел, нам нужно вот это. Вот это, вот это хотим. Мы открыты для нашего клиента, для заказчика, и я с любым клиентом готов разговаривать и помогать его реализации. Тогда по всем остальным вопросам, для того, чтобы связаться с специалистами компании, вы можете позвонить по номеру 8-931-009-8189. Да, могу добавить еще небольшой простой телефон, это 219-900. Ну, все, я надеюсь, что все запомнили, да, 219-900. Звоним в компанию КЭСа, если у нас есть вопросы относительно оценки наших строительных объектов, реализации их, и, естественно, за услугой технического заказчика. Павел, спасибо вам огромное. И вам спасибо. До скорых встреч. Всего доброго. Полезный город